Долг на сумму более 1 миллиона рублей был выявлен в ходе рейда судебных приставов. В ходе мероприятия обнаружили более 10 неплательщиков. 12 происшествий на железной дороге зафиксировано с января текущего года в Дагестане о детском травматизме в особо опасной зоне сегодня в выпуске. Выставка грани памяти прошла накануне в Хунзахском районе. Художники, реставраторы и студенты увидели работы выдающихся фотографов Дагестана. Судебные приставы Дагестана провели рейд по выявлению должников. В рамках мероприятия были выявлены автотранспортные средства, зарегистрированные за должниками по взысканию алиментов, кредитов и других категорий. Участие в рейде вместе с приставами приняла и наша съемочная группа. Неплательщиков выявляют с помощью специального аппарата. Прибор сканирует номера машин и моментально пробивает их по базам данных. В случае обнаружения должника прибор сообщит об этом звуковым сигналом и выведет данные гражданина на экран монитора. Судебные приставы прямо на месте могут взыскать долг с водителя, либо вручить ему квитанцию или постановление суда. Кроме того, они могут наложить арест на имущество должника, включая транспортное средство. Уже первые минуты проверки дали результат. Приставом попался должник по кредитной задолженности. Сумма кредита, как выяснилось, составила более 1 миллиона рублей. В данный момент, во время выявления на задолженность по транспортным средствам ВАЗ-21 «Калина» имеется задолженность по кредитным платежам в размере 1 миллиона 200 тысяч. Где ставлен данные транспортные средства, акт ареста, будет машина помещена на специализированную штрафстоянку. Проведение подобных мероприятий дает положительные результаты. Кроме того, узнать долги у судебных приставов можно на официальном сайте ведомства. Любой пользователь интернета сможет справиться с этой задачей и узнать, есть ли у него задолженность. Каждый гражданин имеет доступ к федеральному сайту, где он может проверить на себя, на своих родственников. Сайт называется fssprus.ru, где он может проверить задолженность себя, своих родственников, своих близких. Для тех ситуаций, чтобы не возникали на проезжей части дороги, где не пришлось бы, чтобы они лишили своих транспортных средств, либо какое-либо имущество. В ходе рейда были выявлены десятки должников. По мнению приставов, такие мероприятия повышают эффективность взыскания денежных средств по исполнительным производствам. В прокуратуре Дагестана состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов республики. На совещании обсуждали коррупцию среди представителей государственной власти, а также озвучили результаты анализа работы стражей порядка. Открывая совещание, прокурор республики отметил, что на республиканском и муниципальных уровнях приняты и действуют антикоррупционные программы. Совместным приказом руководителей правоохранительных органов республики создана межведомственная рабочая группа. Аналогичные группы действуют в городах и районах. В результате принятых совместных мер в текущем году удалось добиться положительных результатов. Изобличены в совершении коррупционных преступлений высокопоставленные должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления. Тем не менее, Шахновазов подчеркнул, что работа оперативных подразделений правоохранительных органов в выявлении коррупционных преступлений не отвечает предъявленным требованиям. 12 происшествий на железной дороге зафиксировано с января текущего года в Дагестане. Такую статистику приводит Махачкалинский следственный отдел на транспорте. В связи с участившимися случаями детского травматизма, ведомство призывает родителей обратить особое внимание на разъяснение детям правил нахождения в зоне повышенной опасности. Прежде чем перейти, смотрю по сторонам, едет ли поезд или нет. Если нет, то перехожу. Подросток Ислам – один из немногих, кто знает правила поведения на железной дороге. Многие ребята, пренебрегая запретом, цепляются за автосцепки и подножки вагонов. Шалости не остаются без последствий, и дети получают травмы различной тяжести. Происходит и в Махачкале, и вдоль железной дороги в городе Кизельюрт, в сторону Хасаверта. Так у нас за один день в городе Кизельюрт на двух различных участках произошло травмирование двух несовершеннолетних. Оба они в промежутках нескольких часов залезли на вагоны, где произошло поражение электрическим током. Движущийся поезд остановить непросто. Его тормозной путь в среднем составляет около тысячи метров. Кроме того, надо учитывать, что поезд, идущий со скоростью 100-120 км в час, за одну секунду преодолевает 30 метров. А пешеходу, проходящему железнодорожный путь, требуется не менее 5-6 секунд. В таких условиях дети не всегда могут оценить реальную опасность. Поэтому разъяснить им правила поведения в зоне опасности должен родитель, считают представители Махачкалинского следственного отдела. При переезде железной дороги необходимо ориентироваться и смотреть на световые, звуковые сигнализации, а также на положение шлагбаума. При отсутствии шлагбаума обязательно необходимо посмотреть и убедиться в отсутствии подвижного состава. Нельзя вести какие-либо подвижные игры, бежать навстречу поезда или параллельно ему. Основные трагедии с несовершеннолетними происходят тогда, когда дети беспечно бродят по железнодорожным путям в наушниках или попросту ищут здесь развлечения, в то время как эта зона требует особого внимания. Хадижа Курбанова, Нурмухамед, Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В перинатальном центре «Мама-Патимат» третий день проходит курс лекций для курсантов. Молодых специалистов и врачей со стажем обучают проведению профилактических работ по синдрому дыхательных расстройств. Секреты медицины узнавала Ума Ибрагимова. Надеть перчатки, взять необходимые средства и оперативно приступить к восстановлению дыхания младенца. Этим навыком Михаил Лелик обучает не первый год. Приехал в Дагестан второй раз. Делится главная задача научить подопечных не растеряться и вовремя приступить к спасению младенца, который не начал дышать. В процессе обучения мы развиваем у курсантов элементы тактильной чувствительности, элементы мышечной памяти. Чтобы ряд действий, вот как вы идете, открываете дверь. Вы же не думаете, что надо взять, повернуть ручку и открыть дверь. Так, некоторые действия при оказании экстренной помощи должны на таком уровне, на уровне подсознания производиться. Как вывести, расположиться возле младенца, как обхватить лицевую часть черепа, маску дыхательную расположить. Об этом уже думать в тот момент поздно. Только с перчатками самое первое правило как во время принятия родов, так и после рождения ребенка. Ему внемлют все участники курсов и даже на специальных куклах следуют инструкции. В любом случае руки прямые у взрослых и плечевым плечом только работают. Муслимат Аблухаликова работает врачом в городской больнице уже 10 лет. Рассказывает, что несмотря на немало опыт работы, курсы дают новые знания и подкрепляют имеющиеся. Подкрепились навыки первичной реанимации новорожденных именно в первые секунды жизни, что имеет немаловажное значение для их будущего развития и вообще выхаживания новорожденных детей. Для молодых специалистов, у которых еще нет опыта в этом, значит, они получили эти новые знания, практические навыки, теоретические знания. Обучение проходит третий день, первая часть теоретическая, а уже после знания подкрепляются практикой. Для того, чтобы процесс был максимально близким к реальным условиям, используются симуляторы. Курсы проводятся с периодичностью два раза в месяц, а непосредственно в Дагестане. В Дагестане представители Ростовского медицинского университета приехали в первый раз и намерены продолжить сотрудничество. Ума Ибрагимова, Магомед Магомедов, телеканал ННТМ, Махачкала. В Хунзахе состоялась выставка работ фотографов Дагестана «Грани памяти». Экспозиции молодых и уже опытных художников и фотографов стали призывом к сохранению памятников истории и архитектуры. Выставка прошла в Краеведческом музее. Дом, в котором он расположен, является уникальным архитектурным строением и представляет собой большую ценность. Гостями вернисажа стали известные авторитетные художники Апанди и Амирхан Магомедовы, реставраторы, студенты художественных вузов и школ, сотрудники Музея изобразительных искусств имени Патимата Гамзатова, учащиеся школ и многие другие. Организаторы и участники отмечают, что цель мероприятия – это сохранение памяти об уникальных объектах, которые на сегодняшний день заброшены и разрушены цивилизацией. Выставка завершилась теплой беседой за столом с национальными блюдами. Редактор субтитров А.Семкин